В российской истории много горя и много непризнанных кумиров, или непринятых, или отверженных властью. И по-настоящему народных похорон, антигосударственных или замалчиваемых государством в российской истории тоже много. На смерть Высоцкого власть отреагировала маленькой заметкой в вечерней Москве, и все. Зато хоронила его вся Москва. Сотни тысяч человек вышли хоронить Андрея Сахарова в декабре 89-го года. Это был пик перестройки, и это была народная демонстрация. 70 тысяч человек вышли на марш памяти Немцова 1 марта 15-го года, а затем очередь из желающих проститься с ним в Сахаровском центре в Москве уперлась в Курский вокзал. Но таких народных похорон, как неделю назад, в России не было никогда. Никогда и никого не провожали так, как Алексея Навального. Кажется, ну, конечно, это субъективно, что ни на одних похоронах не было столько надрыва и столько горя. И никогда не было столько ярости и столько борьбы. Никогда раньше матери не приходилось бороться за тело своего сына и за право просто похоронить его. Никогда не было такого, чтобы для прощания не нашелся зал. Еле-еле и в последний момент нашли катафалк. И никогда еще похороны не требовали от пришедших столько мужества и решительности. 9 лет назад Навального не выпустили из спецприемника на похороны Немцова. А теперь уже никто не мог быть уверен в том, что вернется домой с похорон самого Навального. Все эти люди знали, что каждого из них могут схватить и посадить в один из припаркованных у метро автозаков. Просто за то, что они пришли проститься с дорогим для них человеком. Конечно, не просто с дорогим человеком. Всенародное, а на самом деле всемирное прощание с национальным героем, который навсегда останется в народной памяти. Вот во что превратились полузапрещенные Кремлем похороны Алексея Навального. Прощание, исполненное скорби, ненависти и протеста. Проект «Белый счетчик» насчитал 1 марта на прощании с Навальным 16,5 тысяч человек. Но в этой цифре нет и многих из тех, кто пришел в пятницу, и всех тех, кто пришел потом. В пятницу, суббота, воскресенье. Каждый день к могиле Навального на Борисовское кладбище в Москве выстраивались километровые очереди. И в итоге мы, наверное, можем говорить о десятках тысяч. На третий день могильный крест скрылся под цветами, а люди продолжали нести цветы. Путин не раз проигрывал живому Навальному, а теперь проиграл снова. Сначала проиграл его матери Людмиле Ивановне, а потом людям, которые все равно пришли. Сколько не выкручивал руки и не запугивал, так и не добился секретных похорон, как у Пригожина. Проиграл духу Навального, его памяти. Могила просто утонула в море цветов. Могила страшного преступника, главного врага государства, который построил разветвленную экстремистскую террористическую сеть с целью развала страны и, согласно последнему приговору, пытался захватить власть с помощью выборов. Парадокс путинской России. В тех двух-трех газетах, которые осмелились написать про похороны, национальный герой помечен звездочкой, внесен как террорист и экстремист в список Росфинмониторинга. Медиазона оценивает количество пришедших в 27 тысяч человек. Судят по данным пассажиры потока на станции метро Борисова в эти дни. А сколько еще приехали на автобусах и машинах? И это только в Москве. А люди выходили по всей России. От Новосибирска до Петербурга, от Астрахани и до Мурманск. И, конечно, прощание с Навальным не могло не превратиться в политическую манифестацию, антивоенную и антипутинскую. Под лозунгами «Путин – убийца и нет войне». Нет войне! Путин – убийца! Путин – убийца! И не так важно, сколько в точности людей вышли попрощаться с Навальным. Потому что Россия весной 24-го года – это даже не Россия 19-го, когда ОМОН избивал людей на московских улицах, и люди получали реальные сроки за пластиковые стаканчики. Сегодняшняя Россия – это военная диктатура и территория страха, где на похороны надо идти с дупликатом паспорта, пауэрбэнком и теплой одеждой на случай ареста. Сколько бы людей не вышло – это вершина айсберга. А под этой вершиной – миллионы людей, которые испытали в течение последних трех недель много сильных эмоций. И главная эмоция – это шок. Как так? Как такое стало возможно? Да, не вся Россия прощается с Алексеем Навальным. Примерно двум третям общества все равно. Социологи Экстримскан отмечают – 48% испытали безразличие, еще 18% – особо никаких чувств. Похожие цифры у Левада Центра. Это та самая партия равнодушия, партия нейтралитета, на которую опирается российская власть, развязывая кровавые войны и убивая своих политических противников. Но, во-первых, 30% переживают. Это около 20 миллионов человек. И даже партия равнодушных не может так или иначе не осознавать, что случилось что-то очень серьезное. И неизбежно задает себе вопрос – а что же это за власть, если люди идут потоком поклониться ее врагу? Путин опять проиграл. И он это знает. Все свои поражения в борьбе с обществом Путин всегда компенсировал с помощью насилия. Потому что это ресурс, который у него есть, а у людей нет. Что они могут противопоставить тюрьме и дубинкам? И теперь он делает то же самое. Он недоволен. Именно на встрече с мэром Москвы Собяниным Путин вдруг говорит – рад, что все у вас хорошо, но надо помнить, что угрозы стране серьезные, и особенно об этом надо помнить в Москве. И это его комментарий по поводу неуместной деликатности московских силовиков на похоронах. Либеральничали, а надо было думать об угрозах. Бить дубинками, давить, хватать, сажать. То ли комментарий, то ли приказ. На следующий день в Москве уже задерживали тех, кто приходил прощаться с Навальным. Вычисляли по камерам. По данным ОВД-инфо, всего по стране в течение первых нескольких дней после 16 февраля задержаны как минимум 462 человека. 1 марта, в день похорон, были задержаны еще 113. Из 19 человек были задержаны уже после того, как прошли похороны. Оставался риск, что задержания могут начаться позже, постфактум, когда люди после похорон уйдут домой. На следующие дни есть такое явление, как задержание постфактума. Они обычно происходят по камерам. В Москве, да и в других российских городах довольно эффективно развита система распознавания лиц по камерам. К ней подключены камеры в общественном транспорте, на улицах, на дорогах, на подъездах. Поэтому довольно просто бывает проследить весь путь человека от одного места, от места проведения акции, от места похорон непосредственно до его дома. Ну и мы видели, что устанавливали дополнительные камеры как раз у кладбища, у храма, где отпевали Алексея Навального. И мы знаем, что всего таких задержаний постфактум в сумме с акциями памяти и с похоронами было 19. Причем непосредственно из-за похорон задержали только одного человека. Остальных хватали за участие в акциях памяти в первые дни после гибели Навального, за возложение цветов или одиночный пикет. Центр Э работал очень активно. И даже если обошлось без масштабных последствий, понятно, что многих взяли на карандаш. ОВД-Инфо советует тем, кто участвовал в похоронах, не откладывать далеко телефонных горячей линии и на всякий случай перечитать крововые инструкции. Мы мало знаем о том, как работает система, насколько долго в ней хранятся данные и что вообще в головах людей, которые принимают решение о вот этих задержаниях постфактум. Есть ли вероятность, что будет дальше какая-то массовая волна? Да, есть. Насколько она большая, сложно сказать. Кажется, что все-таки не очень большая. Потому что, если бы это было не так, мы бы уже видели какие-то признаки этого. Навальный убит. Что бы ни произошло в холодной камере колонии «Полярный волк» в Харпе, это убийство. И Навального убил Путин. Лично. Именно так в истории останется его гибель. Именно так в историю войдет Путин. Как русский тиран, развязавший кровавую войну в Украине и замучивший в тюрьме Алексея Навального. Так на него смотрят мир. Так на него смотрят его собственные царедворцы. Они, скорее всего, не удивились. Давно знают, с кем имеют дело. И чем они ближе к телу, тем лучше им это известно. Но гибель Навального подтверждает. Хорошего конца у путинского режима не будет. Даже если Путин досидит в Кремле до своей естественной смерти. А это тоже неочевидная перспектива, несмотря на всю его силу сегодня. Убийство Навального стало высшим проявлением путинского террора в отношении самой России. Террора все еще точечного, но при этом все более широкого и безжалостного. Сам Путин может оправдывать себя как угодно. Он может верить Сергею Нарышкину, который откуда-то узнал, что Навальный умер сам. Такая вот у него случилась особенность. Жизнь закончилась. А может, наоборот, верить, что ликвидировал угрозу для будущего страны. Это не имеет значения. Да, история России знакома с массовым террором принципиально другого масштаба. Но на символическом уровне Путин уже в той же лиге. Одержимый насилием разбойник. Террорист, действующий за пределами рационального понимания. Он уже не примеривает. Он вжился в образ параноидального злодея, не знающего никаких моральных ограничений. И как бы ни была сегодня безразлична к судьбе Навального примерно половина российского населения. По крайней мере, часть этих людей не смогла это не почувствовать. С убийством Навального начинается новый этап, говорит Александр Морозов. Я думаю, что убийство Навального является символом того, что с точки зрения Путина и его окружения, во-первых, закрыт длинный период. Это был долгий период, в котором окружение Путина и терпело Навального примерно лет 8 назад и его разоблачения. И публично сопротивлялось этим разоблачениям. Был период, когда Навального арестовывали и освобождали. Российское общественное движение находилось в другом совершенно состоянии, чем сегодня. И убийство Навального, Кремль подчеркивает, что весь этот период, который был примерно с 2011-2012 года, он полностью закрыт. Закрыт, в первую очередь, войной, конечно. А убийство только подчеркивает, что никаких возможностей общественного или политического действия для вас не будет. Вот в чем главный смысл послания. Сегодня Путин побеждает. Он гораздо сильнее и может делать все, что ему угодно. Силы были неравны с самого начала. 20 с лишним лет путинской власти показали, в стране победившего нейтралитета у добра против зла нет шансов. Если бы раньше, когда Навальный был жив, на митинги выходил хотя бы каждый пятый из тех, кто сегодня тяжело переживает его убийство, то мы бы уже жили в другой стране. Но этого не происходило. На самую массовую антипутинскую демонстрацию в России 24 декабря 2011 года, ту самую, на которой Навальный стал лидером оппозиции, вышли 100 тысяч человек. Но 100 тысяч безоружных обывателей. Бессильны перед тиранией, которая подчинила себе все без исключения государственные и социальные институты. Что они могли сделать? И с тех пор активный протест только таял, потому что Путин эффективно насаждал страх. В его политической программе всего два пункта. Уничтожение Украины и уничтожение инакомыслия в России. А других нет. И убивая Навального, Путин убивает символ. Надежду, что другая Россия, прекрасная Россия будущего, возможно в принципе. Он целенаправленно превращает Россию в зону отчаяния, где на этот вопрос есть только один ответ. Невозможно. Очень четко это отношение транслирует журналист Шура Бурти. Путин всем нам объяснил. Будущего нет. И не надо тешить себя иллюзиями. Путин очень силен. Оппозиция разобщена и беспомощна. Давайте не будем морочить себе голову надеждами на будущее. Навальный говорил, что если его убьют, то значит мы очень сильны. А на самом деле все наоборот. Мы очень слабы. Надеяться, что с Россией в сколько-нибудь обозримом будущем будет что-то нормальное, опасно. Мы имеем дело с очень плохим, злокачественным процессом, который остановится очень нескоро. Потому что Россия – огромная страна. И сил у нее дофига. Конечно, смотреть правде в глаза правильно и разумно. Юлия Навальная уже подняла выпавшее из рук Навального знамя. Она идет вперед, но мы понимаем. Ей будет очень трудно. А перспективы успешной борьбы с режимом и без того призрачной сегодня еще более туманны, чем когда Навальный был жив. Оппозиция уничтожена. Режим вырывает с корнем любое стремление к миру, свободе и спокойной счастливой жизни. Как сказал бы политолог, в России сегодня нет предпосылок для мирной демократической революции. Да, их нет. Вопрос в том, каким выводом приводят констатация этих вполне очевидных фактов. И самый простой вывод отмечу для протокола не Буртина. Россия в принципе не способна стать успешной страной. Столетия тому назад она попала в клею насилия и беспомощности, и ей никогда из нее не выбраться. На взгляд со стороны так и есть. Все либеральные реформы на протяжении российской истории всегда заканчивались восстановлением тирании. И сегодня мы наблюдаем, каким страшным провалом завершается очередная попытка. Другой вывод. Да, сейчас победа недостижима. Но это не значит, что она невозможна. Пусть сейчас не видна прямая дорога к прекрасной России будущего. Но это не утопия, это возможность, шанс, который еще обязательно будет. И именно об этом писал из тюрьмы сам Навальный в своем манифесте под названием «Мои страх и ненависть». Я не просто верю, а знаю, что у России будет еще шанс. Это исторический процесс, мы опять будем на развилке. В ужасе и холодном поту я подскакиваю ночью на своих нарах, когда мне чудится, что у нас снова был шанс, но мы опять пошли той же дорогой, что в 90-е. В том своем манифесте Навальный разоблачает элиту 90-х. Цитирую «Ельцина, Чубайса, олигархов и всю комсомольско-партийную банду, которая назвала себя демократами и разменяла будущее страны на свои личные капиталы». И в будущем, продолжает Навальный, надо будет избежать союза с пусть прогрессивными, но при этом морально либо напрямую коррумпированными представителями элиты. С этими тезисами можно спорить, что и делает, например, в книге «Диалоги с Навальным» известный польский диссидент Адам Михник так и говорит, если демократическая оппозиция придет к власти, вам нужны будут союзники типа Чубайса. Но это отдельный разговор. Сейчас, на фоне охватившего всех отчаяния, острее стоит вопрос, есть ли шанс у России в принципе. И искать ответ на этот вопрос в дне сегодняшнем неверно с методологической точки зрения. Да, сегодня люди боятся и приспосабливают свою жизнь к репрессиям и войне. Но это те же самые люди, которые, например, еще 4 года назад возражали против обнуления путинских президентских сроков. Напомню, половина россиян была против. Это те же самые люди, которые летом 2011 года выступали против возвращения Путина в Кремль. Напоминаю, 40% тогда были против, потом еще свестили ему в Олимпийском. Против лома нет приема. Но если у людей появляется намек на наличие выбора, то даже в путинской России половина стабильно выбирает будущее без Путина. А теперь представьте, что было бы без тотальной пропаганды, автозаков, арестов и сплошного воровства голосов на выборах, начиная с 2007 года. Да, у России тяжелое прошлое, и главное, нет и никогда не было полноценного разделения властей и работающих политических институтов. И на нашем веку Россия, ну, вряд ли уже превратится в успешную и богатую демократию, как страны Европы или Америки. Да, сегодня прекрасная Россия будущего – это мечта, метафора. Но при прочих равных Россия хочет быть не агрессивной деспотией, как сегодня, а мирной, развивающейся страной. Да, Путин не уйдет сам, но рано или поздно его вынесут из Кремля, или живым, или мертвым. Других вариантов просто нет. Навальный очень четко писал об этом за месяц на своей гибели. Вот этот отрывок в исполнении Бенедикта Камбербетча. Опять-таки вопрос в том, что и в какой момент можно будет считать победой, но Навальный точно прав в том, что постпутинская Россия обязательно будет. И вместе с ней будет шанс на мирное цивилизованное развитие. А не сдаваться и держаться своих убеждений – в сегодняшней реальности четкая и исполнимая политическая программа. О каких убеждениях идет речь – тоже ясно. В том же посте Навальный объясняет, почему он вернулся в Россию. Он политический лидер и обещал избирателям, что не подведет их и не обманет. Значит, не имел права не вернуться домой. Даже ценой свободы и, как мы теперь знаем, жизни. Навальный создавал прецедент честной и ответственной политической карьеры. И потому не мог не вернуться, не сесть в тюрьму и не погибнуть от рук своих мучителей. А что касается убеждений, ради которых возвращался Навальный, то они очень простые. Мои убеждения не экзотические и не сектантские и не радикальные. Наоборот, все, во что я верю, основано на науке и историческом опыте. Люди у власти должны меняться. Лучший способ избрать власть – честные и свободные выборы. Всем нужен честный суд. Коррупция разрушает государство. Цензуры быть не должно. За этими принципами – будущее. Сколько людей в России не подпишутся под принципами, ради которых Навальный вернулся и отдал жизнь? Очевидно, что меньшинство. Наступит время, когда Путина не будет. И снова неизбежно начнется разговор о том, как построить нормальную жизнь в России. Проблема в том, что в этом разговоре теперь не будет участвовать и Навальный. Единственный в истории современной России лидер, который пришел в политику снизу, всегда действовал без поддержки власти, добился очень широкой поддержки и превратил активизм в политическое движение. И без него этот послезавтрашний день выглядит гораздо более непредсказуемым и опасным. Но и это не значит, что разговор о нормальной жизни и даже о прекрасной России будущего теперь невозможен в принципе. Так что, может быть, не время еще отчаяния.